Тель-Авив, центр города, мероприятие тысячи круглых столов. Вся площадь заполнена, нет свободного места. Собрались люди, чтобы обсудить два важных вопроса. Какие два изменения стоит сейчас внести в израильское общество? У меня четверо детей. Я вижу, насколько важно то, в каких рамках я их воспитываю, куда отдавать, не отдавать, почему отдавать. А кто будет окружать моего ребенка? А какие темы будут возбуждать? Я думаю, что это фундаментально, это самое важное. Как эти изменения, ты думаешь, повлияют на тебя? Если не произойдет изменения, то очень скоро настанет конец. Это ощущается. И благоприятно, как они на меня повлияют, что это не конец настанет, а наоборот, пойдет новая волна рассвета. Меня зовут Наталья, я приехала из Берлина. А вот то, что происходит сейчас здесь, как-то тебе это близко? На самом деле, это проблема, как я считаю, не только израильского общества. Это проблема глобальна. Для того, чтобы произошли какие-то изменения в нашем мире, каждый из нас должен постараться и попробовать открыться друг для друга. Мы должны принимать решения вместе, мы должны их обсуждать вместе. Как проблема личного характера, так и проблема всей страны. Я вижу в этом будущее. Мне 23 года, это 21 год я тут. Я думаю, что у нас есть большая сила вместе собраться и изменить взримата ООН, реквизировать БАЛЕОН на всех израильных. То есть, изменить распределение средств среди граждан. Меня зовут Марик, я из Москвы. И приехал с женой тут на отпуск. И меня тут ситуация по поводу Израиля. Я сам еврей, а так волнует, волновало. Я следил за этим всем в прессе. И вот получилось побывать здесь, посидеть за столом, пообщаться. Я почувствовал, что люди проснулись, что люди начали понимать, что та система, которая была, должна измениться, что вот это потребительское общество, оно подходит к концу. Скажи, пожалуйста, в Москве есть какие-то подобные движения? Пока еще нет. Но я думаю, вот это все пойдет по всему миру. Потому что у меня такое ощущение, что здесь правда, здесь строится будущее. Меня зовут Орон, я из Петахтиквы. Впечатление очень хорошее. Я, честно говоря, не ожидал, что вообще такое мероприятие возможно. Если бы мне кто-то месяца два назад сказал, что вот так вот народ Израиля, люди совершенно незнакомые друг с другом, сядут за один круглый стол и будут говорить, внимательно слушая друг друга, это я бы очень удивился и подумал бы, что это, наверное, сказка. Вы пришли к какому-то единому мнению в итоге обсуждения? За нашим столом мы... Я поразился, насколько люди практически готовы были цитировать один другого, говорить о том, что им требуется солидарность, требуется вот это чувство общей семьи, чувство общего народа, что где каждый заботится о другом, это было поразительно. Это настолько контрастировало с тем, что мы привыкли видеть в этой стране за те годы, что мы в ней находимся. Что бы ты хотел пожелать русскоязычному населению Израиля? Все-таки русскоязычное население в Израиле – это больше миллиона человек, и хотелось бы, чтобы оно, наверное, более активно включалось каким-то образом, насколько это возможно, во все то, что происходит, приходило на эти мероприятия, выражало свою позицию каким-то образом. Мы как бы один народ, как ни крути, хоть мы и русскоязычные.